Надо начать с того, что в декабре 2019 года был принят 473-й федеральный закон, где четко было записано, что если граждане стали собственниками после признания дома аварийным подлежащим сносу, ну, за исключением случаев, когда они вступили в наследование, то эти граждане не имеют права на квартиру, а имеют право на получение компенсации в размере потраченных средств, значит, не более, в общем, мы тогда предполагали, что с учетом тех гигантских планов по реализации программы переселения, которые в Саратове начали реализовываться, будут проблемы. Ну, правда, я тогда даже близко не мог предположить, что объем проблем будет достаточно высокий. На сегодняшний день мы предполагаем больше 360 семей, у которых создалась эта ситуация, и то, что прозвучало, что больше 100 уже в судах, ну, это еще не полный список тех судебных дел, которые нас в ближайшее время будут ожидать. Считаю, что норма эта очень правильная, и эта норма вынужденная, потому что спекуляции на рынке переселения, когда за смешные деньги покупали квартиру в доме, которая признана непригодной для проживания подлежащим сносу, а потом ждали у моря погоды или помощи от государства, она стала достаточно неразовой. Но в отношении того, что происходит сейчас, ситуация резко иная. Мы в прошлом году запросили от Комитета Думы мнение Комитета профильного Госдумы, и Галина Николаевна Хованская нам, в принципе, ответила, что на право отношения, которые возникли до этой нормы, она распространяться не может. С одной маленькой поправкой. У нас существует два этапа при признании домов непригодной для проживания, подлежащих к сносу. Первый этап – это постановление администрации города, где оно так и называется, о мероприятиях по отселению, где четко записано, что признать такой-то дом непригодный для проживания и подлежащий к сносу или реконструкции. Значит, и одним из пунктов этого постановления указывается срок, в которой собственники сами в рамках жилищного кодекса должны принять меры к сносу дома. Ну, может быть, какой-то определенный нонсенс юридический, но таково требует жилищное законодательство. А вот второй документ, он уже связан с неисполнением собственниками своих обязанностей по сносу дома. Понятно, что 99,9% собственников, конечно, не кинулись сносить, им просто жить негде. Значит, поэтому орган местного управления, в данный случай ситуация, это администрация города Саратова. При наступлении срока указанного постановления для исполнения его 100 собственниками, должны принять меры к изъятию земельного участка, на котором расположен квартирный дом, для муниципальных целей. Это 32-я часть 10-я статья жилищного кодекса, там черно-побел на это написано. Что показывает на следующий день, опять же, с учетом ответа из Госдумы, практика. Мы изучали практику соседних регионов, это не только проблема Саратова, хотя, может быть, таких глобальных масштабов других мы пока не нашли. Но ситуация выглядит следующим образом, что если земельный участок изъят для муниципальных целей до вот этой нормы 473-го федерального закона, то есть до декабря 2019 года, то у граждан сохраняется право и на жилое помещение, или на компенсацию по выбору граждан. А вот если изъятие земельного участка произошло до июра после принятия федерального закона, то у них только компенсация. И вот самое интересное на сегодняшний день, что когда мы проанализировали порядок постановлений, то разрыв между признанием непригодной для проживания, подлежащей сносу, и изъятием 4-5 лет. Хотя сроки действия постановлений, которые были приняты в 2014-2015-2016 году, они все практически заканчивались в 2016-2017-2018 годах. То есть, если бы своевременно администрации города были бы приняты меры по изъятию, ну хотя бы на бумаге, то, наверное, сегодня судов было бы меньше. И, конечно, тогда, исходя из тех разъяснений, которые мы получили, наверное, и судам было бы проще, да и администрации было бы проще, потому что администрация сейчас тоже заложник федерального закона. Но нынешняя администрация прежде всего стала заложником той администрации, которая в свое время не приняла меры к изъятию. Поэтому, конечно, на следующий день надо дождаться, что будут уносить суды. Могу сказать об этом факте. Мы, я, во всяком случае, направил информацию в прокуратуру области. Я думаю, они подключатся там грамотные юристы. Значит, потому что если бы администрация полностью выполняла бы свои обязанности и нормативный акт органов местного управления по изъятию земельного участка был бы подписан после того, как закончился срок нормы по добровольному сносу на квартиру дома, сегодня было бы гораздо проще. Поэтому оценку, что это бездействие или так устроено законодательство, потому что в свое мнение, оно может быть и субъективное, я думаю, должно дать прокуратуру. Но в любом случае, на сегодняшний день мы параллельно работаем с региональным законодательством и пытаемся внести граждан этой категории в рамках действия нашего законодательства об ипотеке, чтобы дать им возможность социальной ипотеке, это компенсация банковских процентов. Потому что понятно, что если кому-то вернут средства материнского капитала в 350 тысяч, а там, как сейчас по практике, и двое, и трое детей, то на них без помощи государства купить что-либо невозможно. И действительно, семьи могут оказаться на улице. Но вот то, что я, наверное, может быть и субъективно где-то прав, показывает вот этот разрыв. У нас в программе переселения участвуют дома, которые признаны и пригодны для проживания, подлежащих сносу, до 1 017 года. А норму федерального закона увидела свет Божий под Новый год, в конце декабря 2019 года. То есть, наверное, федеральный заказатель тоже понимал, что за этот период времени те дома, которые были признаны до 1 017 года, они, естественно, должны уже пройти второй этап изъятия земельного участка. И тогда я еще раз могу сказать, что эта норма, которую приняли в декабре 2019 года, она как раз ставит заслон этим мошенникам на жилищном рынке, которые скупали, как я уже говорил, вот эти вот комнаты и сейчас продолжают скупать, чтобы потом получить жилые помещения, это делать нельзя. Но вот в отношении этой категории, тем более, что я уже много раз говорил, у нас информация о том, что дом признан и пригодны для проживания, она в период 2014-2015, 2016, да и 2017 годов она была не в открытом доступе. Это когда заработала ГИС ЖКХ, ее можно узнать, стало любому гражданину. Значит, она была возможна только через запрос, в том числе и депутатский. И то, что сейчас в Госдуме лежит проект закона, который предписывает регистраторов уведомлять новых правообладателей о статусе дома, это тоже подтверждает мою мысль о том, что люди-то узнать не могли. Поэтому, конечно, сейчас можно только рассчитывать на, ну, я считаю, объективное судебное рассмотрение, значит, обстоятельств задержки с изъятием земельного участка и работать все-таки в направлении какой-то государственной поддержки, хотя бы в части той же социопотеки, хотя я не буду скрывать, одна из норм вот этого 473-го закона декабрьского, это то, что граждане, которые попадут в эту категорию, и мои меры господдержки через жилищное закладательство не предполагаются какие-либо иные компенсации и все. Но я все-таки считаю, что поскольку социопотека – это право субъекта, я буду продолжать в этом направлении работать, ну, а как коллеги и контролирующие органы, я думаю, что в ближайшее время мы узнаем. Во всех случаях поправку мы внесли.